Парк Экоберег Для сбора пластика в рамках акции «Добрая крышечка» специальный контейнер установили в школах, магазинах и ДК. Сколько крышечек принес? Я принес одну бутылку и один пакет. В самый последний момент успела прийти на это мероприятие. Природу нельзя загрязнять, а то редкие виды уже совсем исчезли. Мусор мы разделяем, крышечки собирали, сдавали в магазин, три пятилитровых бутылочки, одну бутылочку сюда приносили. И сейчас у нас дома еще одна бутылочка почти полная. Эколавочка создана на подмосковном предприятии. Сотрудники компании оценили вклад химчан и записали обращение к жителям города. Спасибо вам огромное, что вы набрали такое большое количество крышечек. Давайте вместе позаботимся о нашей природе, о экологии. Вам жить дальше в этом мире. В этой компании производят из пластиковых отходов не только лавочки, но еще и урны и другие декоративные элементы. Мы берем песок 70%, 30% пластик, либо это брак, либо, как я показал, дробленка или агломерат. Перемешиваем вместе с песком и помещаем в экструдер, который, собственно, доводит до 180 градусов температуру, перемешивает до однородной смеси. И дальше это уже помещается на пресс, в пресс-форму для того, чтобы произвести готовое изделие. После этого изделие помещают на усадочный стол, где в течение 12 часов происходит полимеризация. Иными словами, блоки становятся твердыми. Благодаря песку материал становится прочнее бетона, а также не подвержен воздействию окружающей среды. Они не впитывают влагу, не ржавеют, не сохнут. И, соответственно, срок эксплуатации таких изделий из полимерописчаной технологии, оно в разы больше, чем у бетона, железа, пластика, либо дерева. Кроме того, использование вторичного сырья экономически выгоднее, чем применение дерева или бетона. А сами изделия дешевле. Словом, выгодно и бизнесу, и городу, да и самим химчанам, которые получают благоустроенный парк, заботясь об экологии. Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров и Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.